В этот четверг президент России Владимир Путин проведет традиционную пресс-конференцию. В этот четверг президент России Владимир Путин проведет традиционную пресс-конференцию. Встреча пройдет в очном формате и журналисты смогут задать свои вопросы главе государства напрямую. Однако из-за пандемии количество участников будет ограничено. Если обычно на пресс-конференцию собирается около тысячи журналистов из России и других стран, то завтра их будет не более 500. Изменится и место проведения мероприятия. Участники соберутся не в центральном выставочном зале, как обычно, а в манеже. Именно там удастся соблюсти социальную дистанцию. Эксперты ожидают, что большинство вопросов будет касаться социальной политики, так как они стали особенно актуальными в условиях пандемии коронавируса. Также ожидается, что большое внимание уделят и вопросам, связанным с ковидными ограничениями и работой системы здравоохранения. Пресс-конференция Владимира Путина начнется 23 декабря в час дня по самарскому времени. Самарцы рассказали, что всегда смотрят пресс-конференцию президента, и этот год не станет исключением. «Все, что задают вопрос, он отвечает очень подробно, ясно, доходчиво, понятно, от добра, от души». «И дела делает, что пообещал, то сделал. Все, нам больше ничего не надо от него. Совестливый и дело». «Я читал, все смотрел, и завтра буду смотреть. А то, что пенсионерам по 10 тысяч, это я прекрасно помню. И к 80-летию дали, и прибавили пенсию на 5 тысяч. Так что все нормально». Ключевой институт гражданского общества, который взаимодействует с представителями социальных групп, лидерами общественного мнения и органами власти для принятия важных решений. Городская общественная палата третьего созыва подвела итоги работы за 5 лет. Глава города Елена Лапушкина поблагодарила общественников за годы совместной плодотворной деятельности. В каких проектах принимали участие члены палаты, расскажет Светлана Кудрявцева. Командная работа, активная поддержка, новые идеи, опыт и ресурсы. В Самаре подвели итоги пятилетней работы городской общественной палаты третьего созыва. За плодотворную совместную деятельность общественников поблагодарила глава города Елена Лапушкина. «Бесспорно, общественная палата занимает важнейшую роль в коммуникациях между горожанами и администрацией города, городскими властями. И вместе с вами мы приняли ряд важнейших решений, которые долгие годы будут служить нашим с вами горожанам. И я именно за это вам благодарна, за ваше стремление разобраться до конца в той или иной ситуации, в вашем стремлении понять нужды города, понять и принять какие-то проблемы, пропустить через себя и уже выдавать решения». Благодаря национальным проектам строятся детские сады, школы, развивается инфраструктура, перекладываются сети, ремонтируются библиотеки. И все это при постоянном взаимодействии с общественной палатой. Она участвовала в обсуждении реформы местного самоуправления. Провели 15 круглых столов, семинаров, более семи расширенных заседаний совета и совместные заседания с Гордумой. Общественная палата выступила инициатором создания новых институтов местного самоуправления, общественных советов микрорайонов Самары. Для 85 объединений провели занятия по организации работы. Общественники разрабатывают предложения по организации транспортного обслуживания населения, анализируют удовлетворенность выполнением работ по проекту «Комфортная городская среда», оценивают эффективность организаций, управляющих многоквартирными домами, обсуждают проекты пятой очереди набережной. Изучая опыт других регионов, работая в тесном контакте с Общественной палатой Самарской области, мы отслеживали новые методы и технологии организации своей работы. Мы отдавали себе отчет в том, что Общественная палата, как ключевой институт гражданского общества, должна реагировать на события, явления, изменения в общественной жизни, проектируемые и принимаемые властью решения, анализируя их возможные последствия, реакцию граждан и общества в целом на них, взаимодействие с представителями социальных групп, лидерами общественного мнения, органами власти, для того, чтобы общественные интересы были учтены муниципалитетом при принятии решений. Глава Самары Елена Лапушкина вручила благодарственные письма членам Общественной палаты третьего созыва. В новом году состав обновится. Напомним, он формируется на основе добровольного участия жителей Самары, которые имеют заслуги перед городом. Ряд кандидатур определяет глава города. Остальные являются представителями общественных советов и некоммерческих организаций. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 565 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе 195 801 человек. Такие данные в среду 22 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1012 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 146 619 пациентов. Сегодня в Самаре прошел третий финальный розыгрыш призов викторины «Вакцинация. Это жизнь». Среди участников разыграли квартиру, автомобиль, а также одну из тысячи подарочных карт номиналом в 4000 рублей. Присоединиться к акции мог каждый житель региона, который привился от коронавируса с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. По сложившейся традиции три раза запускалась уникальная программа «Цифровой барабан», применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Отбор производился среди уникальных номеров всех участников. Победителям позвонят организаторы викторины. Кроме того, проверить свою удачу можно на сайте карта жителя Самарской области. Привиться от коронавируса могут все желающие, в том числе и беременные. Медики рекомендуют им проходить иммунизацию во втором триместре. Подробности в нашем сюжете. Галина Логинова воспитывает двоих сыновей. Скоро в третий раз станет мамой. Шутит. В феврале родится рыбка по знаку зодиака. Галина сделала оба компонента вакцины. Рассказывает, прививку перенесла очень легко. Я сама решила сделать. Потому что в последнее время очень много среди знакомых стали заболевать. Кто-то легко заболевает, переносит, а кто-то тяжело. И я испугалась. Все-таки я отвечаю не только за свою жизнь, а теперь еще и за малышку. Ксения Сергеева воспитывает шестилетнего сына и работает медсестрой в реанимации в красной зоне. Первую прививку сделала в июле. Гамковид-Вак. После нее немного болела рука. А после второй и вовсе никакой реакции не было. Спустя три месяца Ксения поняла, что беременна. Уходить из красной зоны она не собирается. Поэтому решила ревакцинироваться. Говорит, уверена, прививка ее защитит. Чтобы предотвратить заболевание во время беременности. Чтобы было здоровье и у ребенка, и у матери. Потому что случаи, когда попадает в стационар, много. Врачи говорят, если беременность запланирована, лучше заранее сдать все анализы и сделать прививки. А если все получится вне плана, вакцинироваться нужно во втором триместре. После 22 недели. Вакцинацию беременные женщины, как и небеременные женщины, переносят удовлетворительно каких-либо осложнений серьезных. И, ну, так скажем, не только серьезных, но и средних практически не встречается. Легкие, так сказать, легкие недомогания, возможно, но они, как правило, быстро проходят в первый день после вакцинации. Привиться от коронавируса могут все желающие. Для этого нужно обратиться в районную поликлинику или в один из прививочных пунктов. К примеру, в колледже имени Ляпиной дежурят сразу пять бригад, а пункт работает без выходных. Также в любой день можно прийти в пункт вакцинации в областной библиотеке. Кроме того, в городе открыты круглосуточные кабинеты. Особенно ответственно подойти к вакцинации нужно не только беременным женщинам, но и молодым семьям, где есть малыши и пожилые люди. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События. В четверг 23 декабря в Самаре пройдет очередное автоматизированное распределение свободных мест в муниципальные детские сады на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации. Для успешного проведения процедуры необходимо проверить информацию, указанную в вашем заявлении на портале образовательных услуг, либо на сайте в разделе «Поиск заявлений», уточнили в департаменте. В случае обнаружения неточности, родителям необходимо обратиться в МФЦ для корректировки заявления. Глава Самары Елена Лапушкина совместно с прокурором города Артемом Ярыгиным и начальником ГУ МВД России по Самарской области Вадимом Ятайкиным провела прием граждан, в ходе которого жители города рассказали о волнующих их вопросах. Максим Магомедов узнал, какие проблемы беспокоят самарцев и какие пути решения им были предложены. В железнодорожном районе Самары водители, объезжая пробки, проложили свой путь через двор жилого дома. Скоростной режим соблюдается не всегда. Под колесами рискуют оказаться не только жители окрестных домов, но и ученики, расположенные рядом школы. Данила Маштаков просит установить знаки «Жилая зона» на участке от дома 45 по улице Пензенской до дома 41А по улице Владимирской. Присутствовавший на приеме начальник отдела дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самары Андрей Карпачев отметил, что схема движения будет разработана до конца года, а в начале следующего появятся знаки. Анатолий Петров проживает по адресу братьев Коростелевых 4. В его доме не предусмотрено центральное водоснабжение. Поэтому во дворе установлена водоразборная колонка, из которой все местные жители набирают воду для своих нужд. Но теперь это невозможно. Все это время жители продолжают исправно платить по счетам за услуги водоснабжения. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, в этом месте поврежден водопровод, вода уходит в грунт, место утечки устанавливается. Ресурсоснабжающая организация занимается поиском подрядчиков для проведения торгов на выполнение работ по устранению повреждения трубопровода. А пока для жителей открыта другая водоразборная колонка на пересечении братьев Коростелевых и Венцика. Татьяна Павлова обратилась к главе города с вопросом о переносе трамвайной остановки на пересечении улиц Нововокзальная и Нагорная. Ранее там можно было сесть как на трамвай, так и на автобус, что быстрее приедет. Теперь остановки находятся в разных местах. Жителям это неудобно. И это место при сечении Нагорного вокзала, то всегда было чек-алорийное. Там достаточно серьезно, постоянно совершались дорожные транспортные происшества, в том числе и на пешеходах, транспортные. Поэтому мы разработали новую схему организации движения, которая предусматривала то, чтобы в этом месте, чтобы одну остановку, там в районе, поднести ниже, что мы, собственно говоря, реализовали. Начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самара Андрей Карпачев пообещал рассмотреть возможность переноса остановок ближе друг к другу. Но для безопасности пассажиров они будут размещаться отдельно. Анализ сложившейся ситуации ведется совместно с ГИБДД. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности могут подорожать. С чем это связано? Это связано с тем, что увеличивают лимит выплат пострадавшим в авариях. Вернемся к этому подробнее после информации о материнском капитале. Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции. Теперь размер выплат будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Высокая инфляция сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения, к которым относятся немало семей с детьми, отметил президент. Размер материнского капитала в России составляет 483 881 рубль за первого ребенка и 639 431 рубль за второго и последующих детей. Таким маткапитал останется до 1 февраля 2022 года. Затем его повысят. Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности могут подорожать из-за увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни до 2 миллионов рублей, считают специалисты. Минфин дополнил двумя пунктами законопроекта о реформе системы ОСАГО. Один из пунктов касается увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни с нынешних 500 тысяч рублей до 2 миллионов. Вторая инициатива запрещает страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты. Предложения согласованы на совещании в Минфине при участии представителей Минтранса, МВД, Центробанка и Российского союза автостраховщиков. Законопроект собираются подготовить в следующем году. Ингредиенты для салата «Селедка под шубой», которые россияне традиционно готовят на Новый год, подорожали на 16%. Чтобы приготовить салат на 5 порций, придется потратить 453 рубля. В то время как в прошлом году ингредиенты можно было приобрести за 389. В традиционный рецепт салата входят свекла, морковь, яйца, майонез, лук, картофель, рыба. В этом году значительно подорожала «Селедка» в среднем по России на 70 рублей. Официальный курс доллара на 23 декабря 73 рубля и 79 копеек, евро 83 рубля и 15 копеек, нефть марки «Брент» 74 доллара и 10 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Свыше полутора миллионов ПЦР-исследований на сумму более миллиарда рублей. На пресс-конференции представители фонда обязательного медицинского страхования рассказали, на что были потрачены деньги. В этом году фонду удалось привлечь дополнительные средства из федерального центра. Обо всем подробнее мэрия Елчан. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в 2021 году удалось привлечь в бюджет дополнительные 5,5 миллиардов рублей. Эти деньги направят на оплату стационарной специализированной помощи, в том числе пациентам с COVID-19. Самара – второй город в ПФО по объему привлеченных средств. Кроме того, благодаря перераспределению нормированного страхового запаса удалось дополнительно направить медорганизации свыше 400 миллионов. Более полутора миллиардов рублей потратили на ПЦР-исследований. Было проведено почти 2 миллиона анализов. Это те деньги, которые идут из подушевого финансирования поликлиники на оплату тестов для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, симптомы коронавирусной инфекции и у пациентов, у которых положительный экспресс-тест, который им привезли, как бы перепроверяем положительный экспресс-тест, с которым человек пришел в медицинскую организацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Это сделает процесс использования полиса максимально удобным для жителей, уверены специалисты. Останется и возможность получить полис старой версии. Это расширение возможностей для населения, расширение возможностей для застрахованных лиц. И это создается для удобства населения Российской Федерации, Самарской области в частности, чтобы не бегать по страховым компаниям для получения, не предъявляя документы для получения пользы, а просто оформить его дистанционно, и он будет по силе равен всем другим документам. К концу года будут также исполнены все обязательства по проведению углубленной диспансеризации. На эти цели было предусмотрено 73 миллиона рублей. Осмотрено 175 тысяч человек. В 2022 в бюджет Территориального фонда обязательного медстрахования заложат 45 миллиардов 8 миллионов. Прирост по сравнению с текущим годом составил 3 миллиарда. Увеличение финансирования затронет онкологический профиль и первичное звено здравоохранения. В Самаре торжественно наградили победителей конкурсов детского творчества в рамках реализации международного патриотического проекта «Парад памяти». Участие приняли более 300 тысяч школьников и студентов. Подробнее в нашем материале. Урунтай Альнурова преподает русский язык и литературу в одном из самарских колледжей. Вместе с учениками она организовала агитбригаду. Ребята участвуют во всех патриотических событиях города и за его пределами. И, конечно же, в «Параде памяти». Такого рода мероприятия необходимы воспитание сегодняшней молодежи. Нельзя допустить, чтобы забыли великие события той войны. Тем более наша Самара получила звание города трудовой доблести, трудовой славы. Всего в мероприятиях, проходящих в рамках международного патриотического проекта «Парад памяти», участие приняли более 300 тысяч самарских школьников и студентов. В этом году конкурсы проходили с октября по ноябрь по нескольким направлениям. Среди них – областной конкурс чтецов, рисунков, агитбригад и театральных коллективов. Результат этих мероприятий, он потом проявится уже со временем, когда мы увидим, что наши дети опознают историю, историю не только из учебника истории написанного кем-то, а из уст единомышленников, из уст жителей города, из уст участников определенных мероприятий. Победители, занявшие первые места, были награждены дипломами и ценными подарками. Мэри Елчан, Мария Левина, События. Операция по спасению на тонком льду. Вечером в дежурную часть полиции Чапаевска обратилась местная жительница. Она пояснила, что ее муж ушел на рыбалку на озеро. Там повредил ногу и не может самостоятельно добраться до берега. Об этом он сообщил ей по телефону, после чего телефон разрядился. Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Шахтарин, Евгений Мальков и Ибрагим Алиев отправились к водоему. В 200 метрах от берега они заметили свет от фонаря и окликнули мужчину с помощью громкоговорителя. Рыбак отозвался, сказал, что сломал ногу и не может двигаться. Вызвав скорую, полицейские по тонкому льду выдвинулись на помощь. Добравшись до рыбака, на руках донесли его до берега, где передали медика. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам патрульно-постовой службы за спасение моего мужа. То, что они оказались такими чуткими, смелыми, не побоявшись, рискуя своей собственной жизнью, дойти до него и оказать первую медицинскую помощь по первому тонкому льду. Я считаю, это героический поступок. И огромное вам спасибо от всей нашей семьи. В Самаре подвели итоги ежегодных акций «Женщина года» и «Мужчина года». В честь этого события в Самарском дворце ветеранов подготовили праздничный концерт. Для гостей выступили творческие коллективы. Кто стал лучшим по итогам уходящего года, расскажет Мария Левина. Наталья Семенова работает в Самарской областной организации Российского общества слепых. Сегодня номинирована на премию «Женщина года-2021». Говорит, старается качественно выполнять свою работу и быть полезной. У меня в обязанности входит социальная, культурная и спортивная реабилитация инвалидов по зрению. То есть проводим много мероприятий соответствующих. Я стала победителем профессионального конкурса работников социо-культурной реабилитации Российского общества слепых. Олег Подобедов поэт, работает под творческим псевдонимом «Скальт». Состоит в обществе слепых, периодически дает концерты, на которых читает свои стихи и поет песни собственного сочинения. Делает это для души, бесплатно. Тот факт, что он стал лауреатом акции «Мужчина года-2021» Олега сильно удивил. Я уж не знаю, насколько я это хорошо делаю, но людям нравится. Патриотика, безусловно. Природа, любовь. Вот две книги вышло. Первая «Перекрестье дорог» уже вся разошлась, а вторая тоже вся разошлась. Память 1941-1945. Поздравления принимают 11 человек, которые стали лучшими в четырех номинациях, среди которых, к примеру, «Общественный деятель» и «Благотворитель». Акция была организована городской и общественной организацией инвалидов. При поддержке администрации городского округа Самара, департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, люди, которые достигли результатов в различных сферах деятельности. Это и благотворители, это и мастера декоративно-прикладного творчества, хозяйки семьи, хранители домашнего очага. Честование победителей акции – это только часть праздника, который подготовили в Самарском дворце ветеранов. Перед зрителями выступили музыкальные и театральные коллективы, а также любимые с детства волшебные герои – Баба Яга, Кощейки, Кимура. В конце, как и полагается в сказках, победило добро. И на сцене появились Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили гостей с наступающим Новым годом. Мария Левина, Максим Гусев, События. Отсечь все лишнее от тонны льда – такова задача скульпторов, которые трудятся над созданием персонажей из советских мультфильмов на главной площади города. Подготовка к предстоящим праздникам идет полным ходом. Максим Магомедов узнал, как мастера работают с ледяными глыбами и каких героев можно будет увидеть на площади Куйбышева. Площадь Куйбышева продолжают готовить к празднованию Нового года. На ее центральной части появится сказочный лес, посреди которого расположится ледовый городок. Персонажи ледяных скульптур знакомы многим с детства. Это любимые герои киностудии «Союзмультфильм». В этом году она отметила юбилей. Ей исполнилось 85 лет. Тут и крокодил Гена с чебурашкой, и мамонтенок, который ищет маму, и персонажа мультфильма «Простоквашина», «Шайбу-шайбу», «Жил-был-пес» и других знакомых с детства мультфильмов. Эскизы для будущих композиций подготовил Сергей Назаров. Монтаж где-то день, ну вот одной такой скульптуры. И где-то дня два сам процесс изготовления скульптуры, уже резьба. Мы смораживаем блоки по форме, так, чтобы туда вписывалась скульптура. Потом пилой отпиливаем большие какие-то массы. И потом уже более детальные какие-то моменты. Лед для работы привезли из Тюмени, потому что в Самаре еще недостаточно холодно, чтобы на водоемах образовалась корка необходимой толщины. Всего для 14 композиций потребовалось почти 100 кубометров льда. Над созданием скульптур с начала месяца трудятся мастера из разных уголков страны – Ижевска, Чебоксар, Марий-Эл. Есть среди них и житель Самарской области – Владимир Илюшин. Он на скульптора нигде не учился, раньше занимался бизнесом. Увлекся искусством, когда увидел у одного из своих заказчиков деревянные скульптуры. Изучал тонкости работы по видео в интернете. На самостоятельное обучение у Владимира ушло 8 лет. Все инструменты у него уникальные, потому что самодельные. Например, в ход идет даже лезвие от триммера для волос. Сейчас ищу форму головы у крокодила. Тут надо будет губу поменять. Чуть-чуть вот так лед был короткий. Надо отрезать, приклеить и вот так добавить. Охота сделать работу, чтобы она, во-первых, мне очень понравилась, и другим. И поэтому стараюсь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть снимать. В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией новогодних массовых гуляний не будет. Для семейного активного отдыха на площади Куйбышева будет работать деревянная горка. Зальют два катка. Организуют точки питания и продажи сувенирной продукции. Максим Магомедов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самаргиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»